Я изучил его, узнал о нем и в итоге сказал, ладно, знаете, мое мнение 5 лет назад было ошибочным. Вот мое мнение сегодня, вот то, во что я верю сегодня. Я верю, что биткоин легитимен. Это был Ларри Финг, генеральный директор BlackRock. И его слова о биткоине очень важны, учитывая, что BlackRock практически владеет всем миром. За последние дни в криптовалютном пространстве произошло много новых интересных событий, но самое интересное еще впереди. На этой неделе в Нэшвиле, штат Теннесси, состоится крупнейшая биткоин-конференция в мире и Дональд Трамп должен стать одним из приглашенных докладчиков. Так что сейчас в интернете только и делают, что гадают. Если бывший президент Дональд Трамп снова станет президентом, вскоре после победы он может объявить биткоин так называемым стратегическим резервным активом США. Что такое стратегический резервный актив? Это запас ресурсов, которые страна может использовать в случае чрезвычайной ситуации. Это почти как сберегательный счет, но для целой страны. Одним из примеров того, как США используют стратегические резервные активы, является так называемый SPR. SPR – это стратегические нефтяные резервы, которые на сегодняшний день являются крупнейшим аварийным запасом нефти в мире. Почему он был создан? В 1973 году нефтедобывающие страны ОПЕК наложили эмбарго на Соединенные Штаты в наказание за снабжение израильской армии. А поскольку США не хотели зависеть от ОПЕК в поставках нефти, в ответ на их эмбарго через два года в 1975 правительство США приняло закон об энергетической политике и безопасности. Именно в этот момент и появился SPR. Так что можно считать SPR сберегательным счетом США, номинированным в нефти. Предполагается, что в SPR должно храниться более 700 миллионов баррелей нефти. На сегодня их количество составляет 366 миллионов. Это самый низкий показатель с 1980-х. Но это лишь один пример стратегического резервного актива. Помимо нефти США могут использовать и другие товары, например, золото. Так что стратегический резерв – это не просто одна вещь, это комбинация многих вещей. И сейчас ходят слухи, что биткоин может стать частью этой комбинации. И, конечно, он говорит к вам, что он хочет сказать, что он хочет стать частью Биткоин. И если это произойдет, я хочу помочь объяснить вам, как именно это может повлиять на цену биткоина и что это означает для криптовалютного пространства. Дело в том, что многие понимают это неправильно и делают немножко скоротечные выводы. Прежде чем мы углубимся в ответы на эти вопросы, не забудь передать за проезд. Один проезд у нас стоит 1 лайк коин. Это помогает продвижению видеороликов, а мне помогает находить мотивацию для создания контента. За последний месяц мы прибавили 16 тысяч подписчиков и это просто невероятно. Спасибо огромное. Начнем с цены биткоина. В этом месяце цена биткоина падала до 53 тысяч долларов. То, почему это произошло, возможно, когда-нибудь станет известно как одна из самых больших финансовых ошибок в мире. Такое уже случалось с Великобританией в начале века, а теперь эту ошибку повторяет и Германия. И она будет даже хуже, чем покупка пиццы за 10 тысяч биткоинов. Германия конфисковала 50 тысяч биткоинов с нелегального сайта обмена музыкой, а затем продала их почти за 3 миллиарда долларов. Колоссальные деньги для одного человека. Но такие ли большие для целой страны? Я расскажу вам, сколько эти 50 тысяч биткоинов будут стоить в конечном итоге. Но в любом случае, это одна из причин падения цены – продажа 50 тысяч биткоинов целой страной. Вторая причина, по которой цена упала – это MTGOX. MTGOX был первой в мире официальной криптовалютной биржей. Именно там люди покупали, продавали и даже хранили свои биткоины. Если только вы не были суперкомпьютерным ботаником, тогда вы, вероятно, держали все свои монеты на их сайте. В итоге биржа была взломана, а монеты ушли в историю. Однако спустя 10 долгих лет люди начали наконец-то получать часть этих биткоинов, которые, конечно, сегодня стоят гораздо больше, чем тогда, и соблазн продать их наверняка большой. Так что рынок теперь боится, что многие из этих людей могут в итоге продать свои монеты, что создаст еще большее давление на цену, вызовет еще больший страх, и цена упадет. Это две основные причины, по которым цена биткоина постоянно колеблется, и все никак не может оттолкнуться от этой линии поддержки. Но что еще более безумно, так это то, что падение цены длилось недолго, и биткоин восстановился из-за всех этих безумных бычих новостей. Позвольте мне вернуться к прогнозу Кати Вуд о цене биткоина к 2030 году. Наш бычий прогноз – полтора миллиона долларов за биткоин через пять лет, и у нас еще есть время. Кати привела восемь макроэкономических причин, которые были очень хорошо продуманы, и объясняет, почему биткоин может стоить от 258 тысяч долларов до полутора миллионов долларов за монету к 2030. Запомните этот график, потому что скоро я снова покажу его вам. Рынок предсказывает, что бывший президент Дональд Трамп снова может стать президентом. И если он это сделает, то сможет реализовать одну из этих причин на этом графике. Итак, почему рынок на самом деле так думает? Потому что Дональд Трамп на фоне остальных кандидатов очень прокриптовалютный. Вот что он сказал о биткоине на своем митинге. Я сделаю так, что будущее криптовалюты и будущее биткоина будет обеспечено в США, а не вывезено за границу. Я буду поддерживать право на самоохранение криптовалюты для 50 миллионов держателей криптовалют в США. Также я буду держать Элизабет Уоррен и ее головорезов подальше от вашего биткоина. И я никогда не допущу создание цифровой валюты Центрального банка. Все сказано само по себе является хорошими новостями для криптовалюты, но дело не только в Дональде Трампе. Трамп выбрал себе вице-президента Джей Ди Венса, который уже однажды выступал с докладом о токенах в криптовалютах ESSEC. Так что похоже, что Дональд Трамп собирает вокруг себя команду из людей, которые очень поддерживают криптовалюты. Это означает, что если его переизберут, он может сделать биткоин стратегическим резервным активом США. Вот что это значит. Давайте вернемся к предсказанию Кэти Вуд. Стратегический резервный актив подпадает под эту категорию – государственное казначейство страны и его резервы. Представьте, что казначейство США покупает биткоин для своих резервов. Причиной отскока цены биткоина после этого падения и стало предположение рынка о том, что это может произойти. Но вопрос в том, что если это произойдет, насколько сильно это повлияет на цену биткоина. И ответ, вероятно, не очень сильно. По всем трем прогнозам Кэти, превращение биткоина в резервный актив не окажет особого влияния на его цену. Вы можете видеть, что синяя часть графика, которая и отвечает за изменение цены биткоина в случае его принятия в качестве резервного актива США, составляет очень маленький процент. А все потому, что в реальности, даже если это произойдет, Соединенные Штаты не начнут принимать биткоин в качестве основной финансовой стратегии. Так что это не окажет существенного влияния на цену. Но если господин Трамп будет переизбран, могут удовлетвориться две других причины, которые окажут огромное влияние на цену биткоина. Эти две причины находятся в категориях цифрового золота и институциональных инвестиций. Во всех трех прогнозах эти две категории играют самую большую роль во влиянии на рост цены биткоина. Теперь вопрос в том, как именно господин Трамп собирается заставить биткоин бросить вызов золоту. И как компании и институциональные инвесторы начнут покупать биткоин? Я думаю, что ответ это BlackRock. BlackRock это крупнейшая компания по управлению активами во всем мире с более чем 10 триллионами долларов в активах под управлением. У них действительно много ресурсов и огромное влияние. Их бизнес-модель заключается в управлении деньгами богатых клиентов. Так что все те деньги, которые есть у BlackRock, это в основном деньги их клиентов. Это нужно понимать. Ларри Финг, генеральный директор компании, долгое время был большим биткоин-скептиком. Но всего пару дней назад в одном из интервью он заявил, что теперь верит в биткоин. Я изучил его, узнал о нем и в итоге сказал, ладно, знаете, мое мнение 5 лет назад было ошибочным. Вот мое мнение сегодня, вот то, во что я верю сегодня. Я верю, что биткоин легитимен. Он позволяет вам иметь некоррелированный тип доходности. Я считаю, что это инструмент, в который вы инвестируете, когда вам очень страшно. Это инструмент спасения, если вы считаете, что страны обесценивают вашу национальную валюту, а некоторые страны так и делают. И я думаю, что у нас есть страны, где вы боитесь за свое существование. И биткоин дает возможность инвестировать в то, что не контролируется вашей страной. В тот момент, когда вы хотите иметь больше финансового контроля. Поэтому я очень верю в то, что биткоин может играть определенную роль в вашем портфеле. Я считаю, что он станет одним из классов активов, на которые мы все будем обращать свое внимание. Я рассматриваю его как цифровое золото, как я уже говорил. И я верю, что у него есть большое промышленное применение. И я думаю, что многие люди этого просто пока не замечают. А теперь угадайте, что? Дональд Трамп рассматривает Ларри Финка как кандидата на роль министра финансов США. Министром финансов США может стать человек, который называет биткоин цифровым золотом. И это при президенте, который может сделать его резервным активом США. Просто невероятная комбо, о котором мы даже не мечтали еще несколько лет назад. Почему это все так важно? Если компании получат зеленый свет от самого уважаемого института по управлению капиталом всех времен, они смогут начать добавлять биткоин на свой баланс точно так же, как это делает Майкл Сейлор и Микростратегия, или Илон Маск и Тесла. Это позволит биткоину бросить вызов уже доминированию золота, когда рыночная капитализация биткоина начнет догонять рыночную капитализацию золота. И я вижу, что этот процесс ускорится, когда такие управляющие активами, как BlackRock, начнут консультировать своих уже молодых клиентов, которые только-только начинают получать наследство от поколения бумеров. И, кстати, это наследство будет величайшей передачей богатства от поколения к поколению. И новое поколение будет вкладывать минимум 1% этого наследства в биткоин. А теперь позвольте мне связать все это воедино. Пожалуйста, имейте в виду, что это всего лишь мое личное мнение, которое никак не претендует на гарантированную реализацию в жизни. Но вот как я это вижу, если Дональд Трамп станет президентом. Криптовалюту ожидает дерегулирование, благоприятное криптозаконодательство. И, надеюсь, новая комиссия по ценным бумагам и биржам, которая не будет стоять на пути криптобизнеса. Даже сейчас уже есть предположение, что Гэри Гэнслер при Трампе может быть устранен с поста председателя комиссии СЕК. Если все это сложить вместе, получится огромный идеальный шторм. Сами по себе все эти популярные люди, которые говорят о биткоине, на самом деле ничего не делают для его рыночной капитализации. Когда кто-то известный упоминает биткоин максимум, что он может сделать это повлиять на цену на краткосрочной перспективе. И это хорошо для тех, кто любит торговать, потому что волатильность может создать некоторые возможности для заработка. Но что действительно важно, так это долгосрочная перспектива. Если Дональду Трампу удастся переизбраться, и если он объявит биткоин стратегическим резервным активом, я думаю, это даст уверенность в том, что и другие страны последуют за Соединенными Штатами. США может показать им такой пример, и я думаю, что Трамп это понимает. И не только другие страны, но и другие корпорации тоже смогут покупать биткоин и добавлять его на свой баланс. В долгосрочной перспективе это будет иметь комплексное воздействие на цену биткоина. Также устранение людей, которые стоят на пути прогресса криптовалют, таких как Гэри Генслер или сенатор Элизабет Уоррен, позволит криптовалютным компаниям конкурировать со старой финансовой системой, которая так устарела, что от старости сама уступит место более молодой, нелюдоедской и перспективной версии. И именно это, на мой взгляд, будет способствовать развитию криптовалютного рынка в долгосрочной перспективе. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok